И снова здравствуйте! Вы на канале Девайс, и сегодня мы рассмотрим материнскую плату ASUS Prime Z490A. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, будет много интересного. Итак, начнем. Стабильное электропитание – залог того, что процессор Intel Core 10-го поколения сможет проявить весь свой потенциал. Именно в расчете на такие мощные процессоры с большим числом ядер разрабатывалась система питания этой материнки. 8 плюс 4 контактный разъем ProCool подключает 12-вольтную шину блока питания непосредственно к процессору. Благодаря использованию цельных, а не полых контактов он способен проводить ток большей силы, чем обычные. Стабилизатор напряжения, выполненный по схеме 12 плюс 2 фазы, обладает достаточной для новейших процессоров Intel мощностью и эффективностью. Специальный чип оптимизирует энергопотребление компьютера, позволяя достичь существенной экономии электричества. Он поддерживает особый энергосберегающий режим работы, в котором отключается питание от неиспользуемых контроллеров периферийных устройств. Помимо автоматической настройки стабилизатора напряжения DigiPlus, данная материнская плата предоставляет пользователю возможность сделать это вручную, чтобы добиться максимально стабильной работы процессора, особенно в режиме разгона. Используя по четыре линии PCI-Express 3.0, два слота M2, имеющиеся на данной материнской плате, обладают пропускной способностью до 32 Гбит в секунду. Установленные в них твердотельные накопители обеспечат ускоренную загрузку операционной системы и приложений. С высокопроизводительными компьютерами, как правило, используется большое число периферийных устройств, и данная материнская плата предлагает для них множество портов USB, в том числе разъемы для подключения корпусного порта USB 3.2 Gen Type-C. Материнская плата совместима Thunderbolt Text 3TR с сертифицированным компанией Intel адаптером стандарта Thunderbolt 3, позволяющим легко реализовать в компьютере поддержку этого современного периферийного интерфейса. Кроме того, на ней само имеется внутренний разъем Thunderbolt 3, к которому можно подключить соответствующий внешний порт. Интерфейс Thunderbolt 3 обладает пропускной способностью до 40 Гбит в секунду, позволяет последовательно подключать до 6 устройств и обеспечивает электропитание мощностью до 100 Вт. Ethernet-контроллеры, разработанные специалистами Intel, славятся своей стабильностью и эффективной работой при низком уровне загрузки центрального процессора. На данной плате применяется чип Intel i225V. Основу аудиосистемы материнской платы составляет кодек Realtek S1220A, который обладает превосходными характеристиками. Так, соотношение сигнал-шум данного аудиорешения составляет 120 дБ для линейного стереовыхода и 113 дБ для линейного входа. При подключении наушников происходит автоматическая настройка уровня усиления для обеспечения оптимального диапазона громкости звука. Технология DTS X-Ultra служит для формирования виртуального пространственного звука при использовании наушников или внешней стереосистемы. Реалистичное звучание позволит с головой окунуться в любимые игры и усилить эффект присутствия в приложениях с виртуальной дополненной реальностью. Задняя панель включает в себя по одному видеовыходу DisplayPort и HDMI. Два порта USB 2.0, пять портов USB 3.2, один порт USB 3.2 Type-C, одну LAN-розетку и пять портов под системы с оптическим выходом. Чтобы обеспечить стабильную работу компьютера под высокими нагрузками, материнка наделена множеством радиаторов и вентиляторных разъемов. На силовых элементах, транзисторах и дросселях находятся два массивных радиатора с термопрокладками. Их эффективность можно дополнительно улучшить, установив вентилятор. Для этого в комплект поставки входит специальный крепеж. Продуманная конструкция печатной платы с использованием медных слоев, служащих для отвода тепла, помогает снизить температуру важных компонентов. Высокоскоростные твердотельные накопители нуждаются в хорошем охлаждении, потому что в случае перегрева их производительность может падать. Для этого на данной материнской плате имеется радиатор, крепящийся удобными невыпадающими винтами. Его можно легко переносить с одного слота M.2 на другой. Чтобы новейшие процессоры Intel имели максимально эффективный доступ к оперативной памяти, для слотов DIM используется оптимизированная разводка в нескольких слоях печатной платы. Технология Optimum 2, способствующая ускоренному прохождению сигнала и минимизации перекрестных помех. Данная материнская плата – это не только мощное и функциональное, но еще и невероятно красивое устройство, ведь она оснащается встроенной мощной подсветкой Aura с гибкой регулировкой. Кроме того, к ней можно подключить дополнительные светодиодные ленты и синхронизировать визуальные эффекты с другими ауросовместимыми продуктами Asus, чтобы тем самым придать еще большую индивидуальность и яркость всему компьютеру. Плата предлагает пару разъемов для подключения светодиодных лент и других устройств с адресуемой подсветкой второго поколения. Особенностью такой подсветки является то, что программное обеспечение может автоматически адаптировать визуальные эффекты в соответствии с конкретным количеством светодиодов. Кроме того, разъемы являются обратно совместимыми с ранее выпущенными устройствами, наделенными подсветкой Aura. Safe Slot – это особый способ крепления слота SIM на основе дополнительных внутренних металлических элементов, которые обеспечивают повышенную прочность и устойчивость к деформациям при установке и извлечении плат расширения. Разъем, подключаемый к кнопке перезагрузки на компьютерном корпусе, можно перепрограммировать на управление подсветкой Aura или активации функции прямого доступа в интерфейс BIOS – Direct Key. Приложение Armory Crate представляет собой единый центр управления продуктами Asus. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с подсветкой и аппаратными параметрами – клавиатура, мыши и другие. Кроме того, здесь имеются специальные разделы для просмотра новостей от Asus и регистрации купленных устройств. AI Overclocking – это утилита для интеллектуального разгона компьютера. Доступная из Windows приложения iSuite или непосредственно через интерфейс UFBIOS, она автоматически оценивает используемый экземпляр процессора и систему охлаждения, чтобы предугадать оптимальные значения напряжения и частоты для каждой конкретной конфигурации. Данная функция может использоваться новичками для автоматического разгона, а опытными пользователями – как помощь вручной настройке компьютера. Утилита Fan Sport 4 позволяет регулировать скорость вращения различных вентиляторов и работу помпы водяной системы охлаждения в зависимости от уровня загрузки и температуры компонентов компьютера. Пользуясь гибкими настройками можно легко обеспечить эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. Утилита TurboApp поможет моментально оптимизировать работу компьютера под конкретные программы путем разгона процессора, приоритетного использования приложением сетевого соединения, оптимизации настройок аудиосистемы и так далее. Я систематизировал отзывы в интернете на данную материнку. И вот что получилось. Сначала, как всегда, негатив. Сырой биос из коробки. Есть проблема отключающегося сетевого модуля. Глючный и въедливый родной софт. Основной М2 прямо под видеокартой. Скудная комплектация. Инструкция на английском языке. А вот что пользователям в этой материнке понравилась. Хорошая система питания и охлаждения. Массивные алюминиевые радиаторы. Большой потенциал разгона. Большое количество слотов-разъемов. Наличие отключаемой подсветки. Хорошие компоненты. Симпатичный дизайн. Очень хороший звук. Возможно, вы станете или уже стали владельцем этой материнки в комментариях под видео. Можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!